Модернизировать участок трассы Р-132 между Владимиром и Суздалем начнут в конце мая. Об этом сообщается на сайте УПРДОР Москва-Нижний Новгород. Полностью выполнить расширение участки трассы Р-132 между Владимиром и Суздалем, включая объезд города-музея, планируют в 2023-2024 годах. В 2025-м собираются завершить обустройство инфраструктуры и прилегающей территории. До четырех полос расширят 34 километра федеральной трассы. Напомним, на торгах по выполнению работ в качестве подрядчика победила ивановская компания «Союз Автодор». Расширение обустройства участка трассы она предложила выполнить за 7 миллиардов 985 миллионов рублей. В УПРДОРе подчеркивают, что работы призваны наладить транспортную безопасность на аварийном участке, а еще приурочены к празднованию тысячелетия Суздаля. Кроме расширения полос движения с двух до четырех, масштаб работ описывают так. На всем протяжении планируется установить разделительное осевое барьерное ограждение, а на отдельных опасных отрезках – боковое. Они предотвратят выезд автомобилей на встречные полосы движения и съезды с дороги, что позволит снизить риск ДТП с тяжкими последствиями. На примыканиях к местным дорогам построят удобные переходно-скоростные полосы, которые позволят автомобилям беспрепятственно вливаться в общий поток. По современным стандартам будут обустроены действующие наземные пешеходные переходы и остановки. Кроме того, будет полностью обновлена инфраструктура дороги. Специалисты обустроят систему водоотведения с локальными очистными сооружениями, заменят 30 водопропускных труб. Они также смонтируют линии электроосвещения. На всем протяжении участка укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика. Дорожники сообщают, что в период проведения капремонта организация движения по участку существенно не изменится и будет организована по двум полосам. В местах, где будут вести работы, возможно сужение проезжей части с ограничением скоростного режима. Максимальная скорость вне населенных пунктов 50 км в час и 40 км в час в их границах. Под вопросом остается ситуация с жителями местных сел, которые уже давно просят дорожников, местные, региональные и федеральные власти обратить внимание на их мнение по капремонту дороги. Людей не устраивает организация разворотных петель, которую планируют сделать при расширении. В результате, говорят жители восьми сел, чтобы добраться до своих населенных пунктов, придется ежедневно проезжать лишние километры. Пострадает транспортная доступность, в том числе для экстренных служб. В новом пресс-релизе УПРДОР еще раз сформулировал свою позицию по отношению к жителям. Интересы жителей, близлежащих к трассе населенных пунктов, также учтены. До минимально возможного уровня снижен потенциальный перепробег за счет обустройства восьми разворотных петель и трех светофорных объектов. Разворотные петли разместят на выезде из Владимира перед Суходолом за поворотом на Сувороцкое с двух сторон у Павловского перед въездом на обход Суздаля у поворота на Черниж. Еще три петли появятся непосредственно на обходе города-музея. Обустройство светофоров с возможностью левых поворотов планируется у поворотов на Суходол и Борисовское, а также на обходе Суздаля в месте пересечения с улицей Васильевской, нынешнее кольцо. Пока, как сообщили нам жители, ответов на их обращение и запросы по существу не поступало. Как говорят люди, со стороны Суздаля ведутся активные работы по вырубке деревьев и подвозу строительных материалов. Напомним, на прошлой неделе шестому каналу в ответ на запрос Министерство транспорта и дорожного хозяйства области сообщило, что мнение жителей Суздальского района обещает учесть во время проведения совещаний на этапе разработки рабочей документации.